Девушки отдыхают Безвероится у нас человек один, дьявол и черт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Как сон Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают ПЕСНЯ 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 впервые христианскую веру на Руси. Крещение Руси совершалось, можно сказать, постепенно, потому что огромный народ, русский огромный народ, все-таки придерживался до тех пор разных вероисповеданий, тем более идолопоклонству, и мало из русских знали даже кое-что о том, что такое христианство. Великий князь Владимир и дал возможность народу постепенно переходить в христианство, оставляя за собой идолопоклонство. С 988 года и по 1652 году на русской земле христианство распространялось все более и более и, можно сказать, расцветало полностью. За это время на русской земле с редка можно было слышать о том, что существуют где-то какие-то разногласия или какие-то ереси по поводу религиозных отношений к христианству, скажем так. Русская церковь славилась по всему христианскому миру и заради благочестия своих верных людей, и заради красоты духовной и чистоты. Христианскому миру Христианскому миру Христианскому миру Христианскому миру Х各位 Христианскому миру Христианскому миру Христианскому миру А ты не помирай, живи, живи, нарочища живи, не помирай, не надо помирать. Вот так и это. Вот видишь, как прородился. Раньше делки вязали, по две ленты, по две косинки и платки вязали, кутником. А теперь он себя к себе идет, берет, вяжет и наряжает. О, Господи помилуй. А тогда было по-другому, а теперь по-другому. А ты где там стоишь, ты глядишь, слухаешь. Да, а что же она бы едет, она должна быть, я говорю, вот на сайте с тобой. Я когда пришла сюда, как мне было страшно, я хотела у тебя, Катя, отсюда. Тут было, как я-то, в садовины, ваше утро, ты должна, жар долл, тут были разные пера, разные хруппы были. И жар долл были, и вишни были, и черепы были. А тут ты еще жил в Таней-Крёстке? Я не знаю, не помню, какие. И когда меня сюда привели, и я одну ночь поспала, да хотела утекать, я говорю, я не буду тут, а тут, это уже скучно, сынок, как в лесе, страшно. Пошла домой, говорю, мам, я не буду там, она говорит, зачем, это уже скучно, как скучно, да там лес, какой-то, как в лесе, да как страшно. Она меня как нагнала, я пришла, согнулась, а мне мужик пожалел, а я осталась, а дыжу. Не думай, что смерть далеко, что еще не скоро и не сейчас умрешь, но помышляй, что она уже близ тебя. Секира смертная лежит при корне жизни твоей. Судилище при дверях, гроб пред очами, земля готова, к которой ты пойдешь. Раня, раняем рыбаля. Раня, раняем. За это время существовали пять патриархов благочестивых, и мы начнем с Иевым патриархом, потом Ермоген был, Филарет, Иосиф, последний патриарх. Ого, призву к рыданию, токмо тебе, Владыку. Начиная уже с 1652 года на московский престол приходит или избирается патриарх Никон, бывший митрополит московский и друг царя Алексея Михайловича. Начиная уже с первого его года патриаршества, он начал вносить новые свои так выдумленные реформы. Например, уже приказывал, не советовал, а приказывал, стал приказывать народу, стал посылать письменные грамоты по всем обществам, по монастырям, заставлять народ не креститься двоеперстием, так как крестились все русские святые, так как крестился весь русский народ в то время, а креститься двоеперстием или щепотью, как еще называют. В старых книгах, в согласии с духом славянского языка, всегда писалось и говорилось имя Спасителя Иисус. В новых книгах это имя было переделано на грецизированное Иисус. Третье. В старых книгах, установленных во время крещения, венчания и освящения храма, делать обхождение по Солнцу, знак того, что мы идем за Солнцем Христом. В новых книгах введено обхождение против Солнца. Четвертое. В старых книгах, в символе веры, в восьмом члене читается «И в Духа Святого Господа, истинного и животворящего». После же исправления Никона, слово «истинного» было исключено, аки был Дух Святый и неистинен. Пятое. Вместо сугубой, так называемой, двойной аллилуйи, которую творила русская церковь с древних времен, была введена трегубая, тройная аллилуйя. Шестое. Божественную литургию в Древней Руси совершали на семи просферах. Новые справщики, так называемые, ввели пяти просфории, то есть две просферы исключили. Погрешностей таких чрезвычайно много, насчитываются они сотнями даже. Мы укажем лишь некоторые. Вот, например, в чине крещения, по старым книгам священник читает «Запрещает Тебе, дьяволе, Господь наш Иисус Христос, пришедый в мир и вселивыйся в человеческих» и так далее. Здесь ясно и вполне грамматично выражено, что дьявола запрещает Господь, который пришел в мир и сидится в людях, как Сам Он говорит в Спасителя. «Сеазм с вами есть до скончания века». Как же исправили Никону этот цитат? Они переделали и говорят так. «Запрещает Тебе, Господь, дьяволе, пришедый в мир и вселивыйся в человеческих». Исказили сам смысл текста. Оказывается, не Христос пришел в мир и вселивыйся в человеческих, а Сам Дьявол. По старым книгам, в том же чине крещения, священник просит Господа. «Молимся Тебе, Господи, ниже да снидец, скрещающимся дух лукавый». По Никоньянским книгам это место читается так. «Ниже да снидец, скрещающимся, молимся Тебе, дух лукавый». Даже никоновские священники, принявшие новые книги, были в недоумении, кому же они здесь молятся, не дьявол или на самом деле. Но честно, послушайте, не вовремя ситуации или на самом деле. Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 И знаю все тайны, и имея всякое познание и всю веру, так что могу и горе переоставлять, а не имея любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь не завидует, не превозносится и не гордится. Любовь долго терпит, милосердствует. Коринфо 13. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Поможи Господи нам совершить праздник нашим дятишкам. Насила, дошла и до меня рядко. С вечером тебе, Петрик. Пап, будешь Петро. Дай Господи тебе хорошую жизнь, веселую, счастливую, длинную, долгую такую. Дай Господи вам счастья, здоровья и любви. Спасибо. Ну, с вечером, Петро. С вашим высокоторжественным праздником. Дай Господи вам совершить в добром здоровье. Спасибо. Много мира и любви. И чтоб Господь вам послал их с моря и с поля. И от росы, и от воды со всех сторон. Дай Господи, чтоб была крепкая, неразделимая любовь вас. Спасибо. Да самый глубокий, глубокий. Мы в очереди лопаты похватаем. В очереди лопаты похватаем. В очереди лопаты похватаем. Спасибо, Господи, за угощение. Нам пора. Нас молодая дожидает. Боже, за девушку, за просну. Молитесь Богу за поднем. Простите. Спасибо. Спасибо. А может, вам понадобили? Еще будем веселее. За угощение. За угощение. Машенька Иванович. Привет за угощение. За вашу умную. Оставайтесь живы, здоровы. Значит, надежда на восстановление древнего благочестия народа стала уже отпадать. Поэтому народ, видя, что выходов почти нет, старались уезжать в разные такие места, где не мог бы царский солдат или глаз человека присмотреть за ними, дабы найти их и осудить. Они ничего, значит, не боялись, а только одного, чтобы, помилуй Бог, не остаться без древнего благочестия, без церкви. Конечно, гонение стало сильнее и сильнее не только от царя, но и от руководителей церкви. Поэтому люди были вынуждены скрываться не только в лесах, в срубах, там, я знаю, в пещерах, в пропастях земных. И вот там они старались всеми силами одно только – спасти старую веру, спасти старое благочестие, спасти древнюю Русь святых, которые просияли и передали нам всю эту святыню, и которых Русь святая полна. Их мощами, их чудесами, благовонием, молитвами. Сейчас, можно сказать, старобрядцы находятся в Польше, Литве, Литуании, Эстонии, Болгарии, Австралии, Греции, Турции, Франции даже. Большинство русских старобрядцев поселились в Румынии, в сегодняшней Румынии. Тогда принадлежащие буквально Австро-Венгерской империи Авдобрудже старобрядцы принадлежали Турецкой империи. Благодаря тому, что они могли вести свободно духовную жизнь, имели право молиться, строить себе церкви и так далее. Они утвердили совместно с русскими центрами старобрядчества собор, во-первых, на Ругорском кладбище, а потом в Белой Кренице, где постановили избрать и избрали двух делегатов во главе с Олимпием и Павлом, иноками, которых и послали в мир отыскать архиерея, который бы присоединился к старобрядчеству и, если можно так сказать, возглавил бы русскую старобрядческую церковь с трехчинной иерархией. Это совершилось с помощью Божьей 28 октября 1846 году в селе Белая Креница, сегодня на Украине, когда был присоединен по своей воле митрополит Амбросий через миропомазание священную иноком Белокреницкого монастыря Иеронимом. Начиная с этого момента, можно сказать, рождается новая иерархия новой церкви, старобрядческой церкви, называемой Русской Православной Старобрядческой Церкви. От митрополита Амбросия Белокреница, митрополия Белокреницы, становится центром всех древнеправославных христиан. От митрополита Амбросия и до сегодняшнего дня были следующие митрополиты, возглавляли следующие митрополиты Белокреницкой Церкви. Кирилл, Афанасий, Макарий, Никодим, Пафнутий, Силуан, Иннокентий, Тихон, Юасаф, Тимон и сегодняшний здравствующий митрополит XII Леонтий, который и находится в новом центре уже, начиная с 1940 года, в городе Браиле в Румынии, который управляет над всеми старобрядцами мира. Можно еще напомнить, что сегодня существуют два старобрядческих центра, несмотря на то, что старобрядческий международный центр в Браиле, существует еще одна митрополия в Москве, на территории Руси, где проживают множество русских старобрядцев, и во главе которой находится митрополит, сегодняшний здравствующий митрополит Олимпий. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok земля у меня готова где я стою полное доказательство над моей землей во дружин крест где написано наши имена андроник и анастасия уже десять лет как мы приготовились желаем и вам братья и сестры быть приготовленными ай да рыбалочки и и всю темную ночь как споймали они ой да рыбалочки рыбушу кушей да линя рыбушу кушей да линя рассмотрели они ой да рыбалочки а то малый я да дитя а то малый я да дитя как и выдарили они ой да рыбалочки большой звонок и колокол большой звонок и колокол собирайтесь ка вы ой да девчатки ко большому ко двору ко большому ко двору признавайтесь ка вы ой да девчатки о 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 с о о на родине то со со со��� Ayul народил народил ласы на Субтитры создавал DimaTorzok 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 Впереди сударушка На мою сторонушку Я в той речушке На мою сторонушку На мою сторонушку